привет друзья большое спасибо моим новым новым подписчикам большое спасибо тем кто комментирует вы приносите мне очень большое вдохновение как видите у нас выпал снег наконец-то это наши курочки и гуси здесь сегодня я хочу показать вам наших козочек сейчас мы пойдем доделаем сено и я покажу их снега пока еще немного но все-таки намного лучше чем грязюка под ногами правда вот здесь живут наши козочки они у нас круглый год на улице сейчас я вас познакомлю выключаем электричество в первую очередь это у нас козел в гостях мы обычно козла не держим мы его одалживаем на месяц раз в год в этом году нам достался такой козлик очень хороший очень послушный не видно его он совсем не вонючий и очень хороший обычно козлы немножко глуповаты они все время дерутся и страшно страшно воняет но этот очень хороший нам попался да малыш мы называем малыш но хороший козел так теперь у нас здесь есть это месте а вот там вот ее сестра мост они двойняшки это наши самые первые козочки им сейчас восемь с половиной лет вот вместе у нас самая главная в стае она босс а моса вторая по старшинству моса у нас чемпион по доению была но сейчас уже немножко постарела немножко меньше дает молока ой козел пришел это у нас ой козел мешает мне там у нас стоит малва малва это дочка мосы ей 6 лет она тоже дает очень хороший удой а вот там вот стоит малышка маффин ее называем это дочка малый ей 4 годика она очень хорошая по характеру она самая низкая парангу в группе но очень очень приятное в общении так козел меня поедает сзади подкрался и кусается что ты кусаешься все тебе интересно да козел сейчас я дам обычно я даю им сено вечером когда даю им зерно тоже но вечером темно поэтому я решила сделать видео днем дадим им один блок сена сейчас сена мы заготовляем сами мы еще никогда не покупали его у коз очень сильная иерархия в группе вот как видите допустим месте самое главное и масса там они кушают в первую очередь а те кто помладше малва и маффин будут кушать в последнюю очередь ну и козел у него особый статус видимо поэтому ему тоже разрешают кушать сейчас козлята у нас раз в год рождаются в начале мая ну и потом соответственно молоко до середины февраля где-то но в этом году молоко закончилось у нас уже в начале декабря маленькая маффин пришла поздороваться привет малва и масса у нас чемпионы по доению они дают от двух до четырех литров молока в день обычно вот нашему вместе дает среднем 2 литра и маленькая козочка мы только один раз у нее козлята были но на первый год немного давала где-то по литру день так что летом когда очень много молока у нас в день бывает до 10 литров от 4 коз представляете честно говоря мы не знаем что с ним делать продаем его конечно да но как-то люди не привыкшие к козьему молоку немного покупают но так когда у нас раньше было время мы делали сыр особенно вкусная получалась фета в масле это было очень здорово на это занимает довольно много времени а так каждый день что мы делаем мы делаем йогурт очень хорошо получается йогурт делали мороженое даже тоже неплохо масло можно делать из козьего молока но бывает что когда его нагреваешь что она становится странного привкуса привкус такой специфический козий привкус вот а молоко в принципе по вкусу почти не отличается от коровьего вот у этих коз многие говорят что козье молоко часто пахнет козами но от этих ничего подобного может потому что у нас козел с ними не живет постоянно только некоторое время в году козлята обычно 22 козлят каждой козочки если первый год обычно один козленок козлов мы режем я сама режу замораживаю мясо потом котлеты сосиски и колбасу делаю а если козочки рождаются то мы либо себе оставляем но сейчас нам не надо больше коз но так их отдаем скорее всего желающим хорошие руки вот пока еще ни одну козочку не зарезали я считаю что козы очень хорошие домашние животные они очень легкие в обращении они маленькие они не занимают много места непривередливой еде почти ничем не болеют и дают очень хороший удой молока по сравнению с коровы у наших знакомых была корова некоторое время и с ней было столько столько забот такая большая тяжело управляться привет масса вот они в общем от нее отказались и вернулись тоже козочкам и от мама спасибо вам большое за просмотр за комментарии за подписки всего вам хорошего здоровья здоровья еще раз здоровья пока пока